Добрый день, дорогие друзья! Я рада новой встрече с вами. Благодарю всех, кто подписывается, ставит лайки, пишет мне комментарии. Мне всё это очень приятно. Благодарю вас. А сегодня продолжаем готовить. Вернее, я сегодня буду готовить. Мне это просто нужно приготовить к обеду. Жаркое, я решила. Эти тяжёлые, такие калорийные блюда мы едим, в принципе, посезонно. Вот сейчас зимнее время года, прохладно. Хотя у нас зима здесь очень короткая, всего два месяца. Скоро потеплеет в феврале и начнёт всё цвести. Но сейчас пока прохладно и мы готовим такие тоже довольно калорийные блюда, так скажем, зимние. Постоянно мы так не питаемся. И как я вам уже говорила, в течение зимнего сезона, вот я вам показываю сейчас серию супов, которые я варю именно зимой. И блюда тоже такие калорийные. Таких блюд, такие блюда хочется всё-таки зимой употреблять в пищу. Летом совсем другое питание. Я не думаю, что это страшно для здоровья, но это я предпочитаю питаться сезонно. И сезонных продуктов, так как мы привыкли. И вот сегодня будет жаркое, а к нему я всегда подаю солёные огурчики, какие-то соленья или салаты с квашеной капусты. Потому что вот эти ферментированные продукты нам очень необходимы, особенно зимой, когда мы меньше двигаемся. Квашеную капусту, солёные огурчики не злоупотребляю, но пища должна быть всё равно разнообразная. И ещё раз повторюсь, я предпочитаю питаться всё-таки сезонно, по сезону использовать продукты. Потому что эти деревянные помидоры, огурцы, непонятно как выращенные, это всё не очень много пользы. Если хочется, да, но как-то мне вот, например, зимой очень хочется всегда кислой капусты, кислых щей, что-то такого, вот картошечка какая-то. Это злоупотреблять не надо, но питаться надо разнообразно. Ну, во всяком случае, я так делаю, а вы уж как у вас получается. Итак, сегодня жаркое. Очень всё просто, как всегда. Здесь на огне кастрюлька, включаю плиту. И сейчас быстро, в первую очередь, вот я тут уже нарезала морковку такими брусочками. Сейчас я их чуть-чуть измельчу. Вброшу туда морковочку. Одна большая морковка. Нужна жаркое классическое, без добавления всяких там томатов и всего прочего. Я этого не люблю. Это уже получается какой-то гуляш или что-то. А вот классическое жаркое это картошка, мясо, лук и немножко моркови. Всё, больше ничего. Вот у меня, вы видите, здесь 450 грамм мяса. Сегодня я взяла свиное брюшко, потому что здесь всё-таки это мясо быстро готовится. Здесь есть жировая прослоечка с жиром. Я не очень любительница, но есть кто любит такое чуть пожирнее. Вот, большая луковица, порубленная так, не совсем мелко. Морковка и картошка, картофель. Здесь пять штук картошек таких довольно... Есть две больших и средненькие. Ну вот таким крупным, крупными такими брусками картофель. Всё, я сейчас отправляю морковку сюда зажариваться, чуть-чуть покассироваться. И сразу же нарезаю мясо вот такими кусочками. Такими вот кусочками мяса. И тоже отправляется туда. Мясо я приправила вот с одной стороны только сейчас ещё. Любые приправы для мяса, что вы любите. У меня, как всегда, орегано немножко. Много здесь не надо никаких приправ. Оно и так всё будет вкусно. Чуть-чуть кориандра. И у меня есть смесь, смесь перцев. Поперчить чуть-чуть. И чуть-чуть присолю. Вот так припорошу солью. Всё. И нарезаю вот на такие кусочки небольшие. Таким кубиком таким. Не очень крупным мясом. И отправляю сюда же сразу в кастрюлю обжариваться мясо. Вот так. Быстренько, быстро, быстро, быстро всё делаем. Блюдо не затеянное. Ингредиентов всего три. Нет, четыре. Морковка, лук, мясо, картошка. Всё. Приправы по вкусу. Но я тоже жарко и никогда не перегружаю всякими приправами. Потому что для меня в этом блюде важен вкус лука с мясом и картошкой. Всё. Вот такие кусочки. Отправили. Так, быстренько. Оно прихватится. Моментально. Так, туда же бросаю перец горошком. Штучек десять. И высыпаю лук наверх. Чтобы он обжаривался вместе с мясом. Тёртая морковочка. Мне нужна для того, чтобы такой всё-таки больше цвета было. Потому что те кусочки морковки, они будут всё время на дне, ну как-то оседать. А вот эти вот лепесточки, они будут, ну, сделают пожилее. В конце добавлю зелень. Немножко. Так, жаркое готовится в любой... Вот у меня стеклянная посудина. Потому что потом я отправлю в духовочку, как всегда. Если у вас глиняная какая-то посуда будет, отлично. У меня нету типа таджина или что-то такое, вот какой-то, как горшки. Можно в маленьких горшочках. У меня были раньше маленькие винные горшочки. Но когда я переезжала жить в Англию, я их не повезла с собой. А здесь, ну, наверное, есть где-то, можно найти. Но когда большая семья, да, это актуально. А когда едоков мало, так достаточно сделать и в кастрюльке. Но лучше, конечно, чтобы это была глиняная какая-то кастрюля или вот стеклянная. Я вообще стараюсь как можно меньше, чтобы продукты соприкасались с металлом. Ну, сейчас очень хорошее покрытие у посуды есть, и керамические, и так далее. Есть вот эти вот тяжелые жаровни, кастрюли с керамическим покрытием. Вот это мне очень нравится. Но это тяжелая посуда. Вы уже поняли, у меня небольшая кухня, и мест хранения очень немного. И мне вот эта вся кухонная утварь, мне некуда ее складывать. Вот я стараюсь использовать по максимуму то, что у меня есть. Но у меня, в принципе, пока достаточно. Со временем, может быть, что-то еще приобрету, поменяю и так далее. Так, все, здесь зажаривается мясо. Оно должно чуть-чуть прихватиться до такой золотистой корочки. И тогда мы будем отправлять сюда наш картофель. Сейчас я посыплю уже чуть-чуть вот этой тертой морковки. Добавлю. Немного. Вы видите, здесь было совсем чуть-чуть. Половина морковочки буквально нужна. Вот это приправа. И чуть-чуть подсаливаю. Еще, потому что чуть-чуть присолила мясо, но, думаю, это будет недостаточно. Чуть-чуть присолю. Сейчас, пока не погружала туда. Чуть-чуть присолю картошку. Все, для меня вот этой соли достаточно. Вы будете смотреть, как всегда, по-своему, как вы любите. Так. Не даем пригореть, но оно и не пригорит. Просто должно мясо прихватиться. Оно выделяет сок сейчас. Но нам нужно его именно чуть-чуть обжарить. Сейчас я его обжарю и вернусь к вам. Все, друзья мои. Мясо немножко. Мясо, лук, морковка обжарились. Сейчас добавляю сушеного укропа чуть-чуть сюда, в кастрюлю. Чуть-чуть на картошку, именно сушеного укропа. И картошку отправляю сюда, к мясу. Вот у меня получилась полная кастрюлька. Сейчас все перемешиваю. Вот так. Теперь присыпаю свежим укропчиком сверху. Для этого блюда не петрушка, а именно укроп. Очень вкусно. Ну, во всяком случае, для меня. Я готовлю так. Именно с укропом. Укропчик. И добавляю чуть-чуть воды. Чтобы это все тушилось. Все. Чуть-чуть еще присолю сверху. Немножко. Буквально вот щепоточку соли. Так. Выключаю плиту. Накрываю крышкой. И отправляю в духовку. 200 градусов, минут на 20. И вернусь к вам, когда блюдо будет готово. Вот, друзья. До окончания, до готовности жаркого осталось минут 5-7. И я сейчас хочу быстренько сделать то, с чем я буду подавать. Это жаркое. А это салат из кислой капусты. О чем я вам и говорила. Вот я уже пару огурчиков соленых у меня было. Я их порезала. Ну, это классика. Жарком. Обычно я в салат из кислой капусты, вообще в салаты предпочитаю, если нужен репчатый лук, то я вместо него предпочитаю все-таки лук шалот. Он не такой острый, не такой резкий. Но у меня не оказалось дома шалота. Я сейчас вот очень меленько нарежу. У меня такой репчатый лук, но он розовый. Так, эти. Берем вот так. Очень-очень меленько. Нарезаем половину луковички репчатого лука. Ну, чтобы такую остринку дать этому салатику. Ну, это классика. Квашеная капустка с лучком, зеленушечкой и с маслицем. Так, сейчас. Вот, лучок сюда, весь. Много не надо, потому что очень будет бить лук, если репчатый. Шалот, да, шалот можно не бояться. Он, я говорю, он не резкий, поэтому... Так, этот лучок сюда. И... Вот в салатик я, конечно, петрушечки порежу. Немножко, чтобы оживить. Но вот у меня капуста квашеная, она с... С тмином. Очень вкусная. С тмином, с морковочкой. Я люблю такую. Вот я её нахожу у нас тут в литовских магазинах. Конечно, у англичан этого нет. Ещё поляки. Польские магазины вот можно. Сама я капусту не квашу, потому что мы её, говорю, едим очень короткое время. Только вот на... В зимнее время. Да и возиться некогда работаю. Поэтому мне проще купить. Я уже знаю эту капусту в их исполнении. Она очень вкусная. Продается в таких ведёрочках. Но она из бочек. Эта капуста. Так, заливаем растительным маслом. Любим, какое вы любите. И... Перемешиваем. Сейчас. Немножку. И всё хорошенечко смешаем. В этой капусте ничего. Её отмачивать не надо. Ничего. Очень меня устраивает. Вот именно вкус. Она не пересоленная, не перекисшая. Очень хорошо посолена. Видимо, недавно. Я не знаю. И сладости здесь хватает. Они добавляют морковочки. В общем, всё здесь в порядке в этой капусте. Вот. Простейший салатик. Классическому жаркома. Ох! Вот такая вкуснятина. Вот, посмотрите. Получился вот такой салатик. Салатик. Солёные огурчики. И сейчас режу укропчик, которым ещё чуть-чуть сверху присыплю жаркое. Уже свежим укропчиком. Просто наверх. Вот так. Ну, как я и говорила, что это блюдо такое наше зимнее. Ну, едим мы его с удовольствием. Я думаю, вам тоже оно понравится. И вы видели. Готовится моментально. Очень быстро. Вот пока оно готовилось, я уже успела пару дел дома сделать. Как бы там по дому салат сделать. То есть, вот этот вариант в духовке всегда вас очень выручает в плане времени. Вам не надо здесь стоять, что-то пережаривать очень долго. Вот быстренько обжарили лук, морковку, мясо. Картошку загрузили в духовку. Всё, пошли заниматься своими делами. Очень быстро. Очень просто. Но это очень вкусно. Очень вкусное блюдо. Так, сейчас достаем. 25 минут прошло. Я думаю, достаточно. Конечно, в глиняных горшочках всё это может потомиться подольше. Но вот в такой кастрюле... Кстати, вот это жаркое можно и наверху готовить, естественно. Вы можете не использовать духовку, а сделать его наверху. Просто потомить под крышкой и всё. Если вам не хочется вот это включать в духовку и так далее. Тоже очень вкусно получается. Но я люблю немножко вот подержать в духовочке. Тогда совсем другое... Другой вкус. Всё, достаем. Ух! Ух, как здесь. Много пара. Ну вот, друзья. Так, сейчас. Подставочку сразу. Выключаем. Всё. Всё. Сейчас я вам покажу всю эту красоту. Вот, посмотрите, какая красота получилась. 20 минут в духовке. И до этого там сколько мы повозили с вами? Минут 10. Всё. Посмотрите, как это красиво. Это просто... Это просто чудо какое-то. Вот. Красота какая. Всё. И не надо возиться с горшочками. Сверху присыпаем свежим укропчиком. И... Подачу я вам покажу в шорт-видео. Салатик с квашеной капустой. Солёные огурчики. Ну, что может быть лучше? Я желаю вам удачи в приготовлении. Приятного аппетита. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok